всем привет продолжаем гулять по моему городку дом до мантовичей гороховая улица 66 пользуется сайтом city walls википедии построенные в начале 1820-х годов деляется своим обликом характером для архитектуры русского позднего классицизма первоизвестная владелец участка проскою тимофейна мохова получила дома главной полиции для строительства рядом за двором купеческой жены еленой это дом 64 недалеко ее муж был сначала купцом он затем стал губернским секретарем 1784 году они заложили дом им там какие-то были проблемы и появилось объявление о продаже дом купила вдова комиссара екатерина чулкова скоро его продала и в 1797 году там уже принадлежал полковнице катерине абрамовне воронковой была у меня приятельница воронкова так это ремарочка дом был три этажа с каменным флигелем некоторое время дома владел купец клинин и полковник васильев с 1832 года дома в течение почти 60 лет 60 лет владела семья дамантович и елизавета варламова дамантович рожденная ширина муж ее иван георгиевич дамантович был петербургским уездным судью семей было девять сыновей николай александр павел владимир варлам георгий иван михаил константин кстати 1840 года в доме жил писатель драматург и критик не стар васильевич кукольник отец выходец из венгрии из опер офицерских детей преподавал педагогическом институте на кафедре опытной физики мистер кукольник служил министерстве финансов и в военном министерстве но в 1830-е годы ему известность приносят драмы рука всевышнего отечества спасла и князь михаил васильевич скопин шуйский конечно это было время слава для кукольника он напечатал несколько романов повестей драм множество стихотворений знаком был и дружен с михаилом глинкой королем брилловым кстати бриллов написал портреты кукольника его брата платона и был такой интересный случай когда ну существует такая байка во всяком случае когда бриллов пришел и не увидел свою работу в доме кукольника тогда он сказал ну так прощай нестор я к тебе не ногой пока твой портрет не будет у тебя ну и говорят что больше бриллов квартире кукольника не появлялся видимо тот и портрет не повесил но возвращаемся к дамантовичем один из сыновей дамантовича георгий георгий иванович генерал-лейтенант военный инженер член строительного отделения морского технического комитета кстати участвовал строительство дворцового моста и реконструкции адмиралтейства второй женой его стала дочь курского придворки дворянства степана шиншина наталья степан она далекая родственница поэтов фето 1885 году георгий иванович умер наталья степана вышла замуж вторично василия петровича лотарева предки его были крепостными и у них родился сын игорь васильевич лотарев будущий поэт игорь северянин другой сын иван георгиевича иван иванович был почетным членом петербургского университета михаил иванович служил в гвардии саперном батальоне дослужился дачина полковника третий константин иванович дамантович окончил юридический факультет был членом радиационных комиссий готовишь и положение об освобождении крестьян принимал участие по реформам крепостного права и у него его супруги оглаида константинны бледой spunー�bie лихаил александр кстати с ними собрал и игорь северянин аглаида константинна той генерал-майоры константинной и осище мировинского ну а вторая дочь генерал-майора константина и осище мировин ского евгения константинна моев тская помужу корн вода должны речи было известно русской певицей, обладала рейдическим сопратором, развелась с мужем, изменила свою фамилию на Мравину, продолжала петь, дебютировала в Мариинском театре в опере Верди Регалетта. Племянник Евгении Мравиной, сын ее брат Александр, внук генерала Мравинского, знаменитый дирижер Евгений Александрович Мравинск. Конечно, в доме было очень много известных людей. Северянин называют среди посетителей дома Василия Васильевича Салова, математика Ираклия Петровича Верещагиня, сына историка Александра Николаевича Карамзина и много других, конечно. Да, совсем забыл. Дочь Михаила Александровича Дамонтовича Шура Александра Михайловна Дамонтовича в замужестве Калантай. Вот как написано у Калантая в Википедии. Российская революционерка, советская государственная деятельница и дипломат, чрезвычайный почетный посол СССР, член СДРП с 15-го года. В 1873 году умерла владелица дома Елизавета Варламовна. Ну, видимо, по каким-то так особым договоренностям. И вот по договоренности владельцем дома стала Адель Константиновна, хотя владельцами были записаны все четыре сына Елизаветы Варламовны. Так владельцем стала Адель Константиновна. Она вышла замуж в исторично за Никлая Михайловича Каменева. От этого брака у нее была дочь Евгения. А Каменев это генерал-майор, член военного совета, член английского клуба. Он по субботам устроил прием у себя в доме. Каменева оставалась до 17-го года владелица этого дома. Ну, кстати, их не выгнали из дома, не арестовали и не выселили из Ленинграда. Говорят, что помощь им оказала Каланта и племянница первого мужа Каменевой, Дамантович. Как я уже говорил, известная революционерка, дипломат. Муж Каменевой, отец Каланта и были очень дружины. Ну, наверное, вот так вкратце и все о доме на Гороховой улице 66. Познакомил я с возжителями этого, я думаю, что знаменитый дом, потому что вон сколько здесь знаменитых людей жило. Пользовался я в Википедии, конечно, сайтом CityWalls, другими сайтами в интернете. Интересно было искать, кто же жил в этом доме. Ну, собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет, до свидания. Гороховая 66. Пока-пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok